здравствуйте мои дорогие друзья здравствуйте мои дорогие подписчики постоянные зрители коллеги рада вас приветствовать на нашем канале vita virtus с очередным раскладом сегодня будет подробный расклад посмотрим нашего загаданного человека посмотрим что у него там на дно уме на душе на сердце что он там думает чувствует его переживания страдания три варианта здесь будет каждая колода на каждый вариант первый вариант 2 гранд люкса черно мачете второй вариант тоже от этого же художника этого же создателя анкор новая колода очень красиво очень интересно и третий вариант будет на мистик мандай стару загадывайте 1 2 3 вариант если нужно время ставьте на паузу первый вариант активная активная такая сразу семерки жезла выскочил так что у вас там вообще происходит в жизни загаданного человека человека которого вот вы загадали которым вы думали думаете что у меня вообще происходит в жизни ну вот восьмерка жезла что-то быстро много разговоров разговоров с мужчинами с корнем с кубков общается много разговоров либо о чувствах эмоциях так иногда проигрываются еще душевные разговоры о любви о каком-то сожалению о том что что-то не получилось что-то вот с кем-то он разговаривает может быть конечно это он сам но я так не считываю потому что многие часто пишут а может быть там вот вы имели ввиду это вот сейчас вот я имею ввиду то что говорю что многие спрашивают если выпадает допустим король у это он да 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 возможно может быть это и он может быть это ваш король кубков но допустим что у него происходит сейчас жизни вообще он очень общить общительные коммуникабельные может быть он конечно и одиночка но друзьями он общается со всеми общается настоящий момент либо ближайшего прошлое будущее очень много разговоров о каких-то душевных разочарованиях болезненные разговоры о душевных страданиях разочарованиях эмоциональных каких-то расстройствах таких ну о переживаниях да действительно он переживает у него депрессия у него не принимает какое-то важное для себя решение касательно его личной жизнь на самом деле ну я думала да и разговаривает о том что у него личной жизни как он дальше жить собирается что у него вообще происходит касательно его семьи сиадster кубками это вообще как ты дальше жить собираешься ну вот не знаю там 50 40 30 тебе как что то дальше собираешься делать как дальше жить ну какие-то проблемы есть него взаимоотношениях здесь можно считывать не дать на его семью это может быть и просто его личная жизнь вот его личная жизнь то в чем он варится то в чем он живет его личная жизнь что его сейчас волнует что у него на душе чувства эмоции какие-то слова опирается конечно на работу на деньги до человек такой что для него в настоящий момент важнее всего это работа это деньги он действительно эмоционально воспринимается на душе у него такая вот как эмоциональные переживания за его работу за его деньги за его вложения за его будущее вообще как дальше быть что дальше делать потому что в принципе если это мужчина то у них все взаимосвязано личная жизнь и деньги конечно очень взаимосвязаны потому что они сами по себе они не реализованы если они не могут материально обеспечивать допустим своего партнерка большинство мужчин да если он классический такой мужчина то у него конечно видите пересечения переживания за личную жизнь и переживаний за его будущее за его работу за его трудоустройство то как он дальше куда он будет двигаться за его карьеру видите император за кого он может взять ответственность то есть куда ему дальше двигаться сейчас у него такой выбор перед очень важным выбором стать выбор сердцем между работой между его карьеры и его будущем куда дальше лететь куда дальше двигаться куда направить называется вожжи куда бежать куда лететь потому что скорее всего у человека такой более-менее разгульный образ жизни либо он не привязывается то есть у него есть отношения либо гостевой брак либо кто-то на расстоянии либо на душе у него сейчас он действительно думает куда-то поехать так часто проигрывается когда семья на расстоянии либо вообще вот даже может не взять но у многих проиграется поездка многих может проиграться поездка касательно его любви что что у него на душе у него болезненные переживания за его семейную жизнь вообще за его личную жизнь и он думает куда ему дальше двигаться потому что сердце его зовет вперед сердце конечно подсказывает ему сейчас посмотрим что на сердце у него на душе у него такие переживания конкретные переживания эмоциональные за его материальную сторону за его карьеру и вообще за то что двигаться дальше в личной жизни живет воспоминаниями из прошлого очень тоскуются прошлому безумно тоскует по прошлому по солнышку может быть у него в прошлом была семья может быть в прошлом у него была дети могут быть иногда даже не иногда так проигрывается и дом квартира жилье где-то южнее где он сейчас находится на юге от него то есть он тоскует по дому потому что тоскует по прошлому солнце он за семья дети счастье либо это южнее либо это отпуск либо это это просто как южная сторона либо южный город вот часто места детства проигрывает как родной город там где прошло его детство потому что так и так показывается детстве человек там где много стабильно там где у него все было хорошо там где был совершенно другой мир другая жизнь душем очень серьезные у него душевные переживания ему там было лучше там было комфортно там было хорошо там его любили там был союз но какая-то романтическая история и он с кем-то это обсуждает обрели обсуждает из королев кука не важно какого знака зодиака мужчина просто с человеком который реально душевно поймет он сможет его понять о чем вообще здесь идет речь а что у него на сердце дама бывшая торолева мечей с которой у него не определенная ситуация но здесь по-другому не скажешь женщина либо воздушного знака зодиаком так проигрываются женщины бывшие прошлые бывшие либо женщина которая на него обиделась из которой он знает что она зла на него она обиделась потому что холодно настоящий момент эта женщина к нему холодно можете так считывать он думает о возвращении к ней здесь очень высокая вероятность потому что воспоминания прошлом воспоминания то как было хорошо чуть ли не о том как ему 18 лет он там в кого-то влюбился ну даже здесь прямо реально вот как места детства либо места прошлого либо как это было хорошо вот там вот может быть какой то конечно к некоторых курортный роман на юге общий расклад можно тут еще придумать вариантов но я так что в голову то есть что первое то есть не первое что вот я могла вспомнить я вам сказала но по энергиям да вы отталкиваетесь от энергии да сейчас возможно ссора возможно не общаетесь но он хотел бы вернуть все назад он не знает как это сделать он понимает не время не место не не готов не возможно не знаю не успею но наоборот у меня императрица либо женщина старше либо бывшая жена либо властная ну либо просто статусная женщина посмотрела на сердце да у него непосредственно сердце женщина либо обиженная либо бывшая не не знает как ее вернуть понятия не имеет ревнует следит за ней кстати ждет тянет время выжидает время к чему к дороге он не может сейчас туда поехать дать так даже если вы находитесь на соседней улице но не может он сейчас к вам взять и пойти потому что он ждет пока дорога откроет то есть он ждет начала пути это может быть и соседней квартире но вот ноги пока не ведут поэтому здесь как ожидание когда можно будет двигаться вперед ожидания когда можно будет идти дальше что у него там еще на сердце материальная стабильность взвешивает все что он потеряет что он найдет вот обманывать будет юлить будет изворачиваться прямо не придет ничего не скажет вам вот так вот крутится но хочет вроде бы с одной стороны по-честному с другой стороны за такая ложь его спасения ложь во имя правды или когда правдивая ложь почему потому что не хочет ругаться хочет стабильных отношений будешь что-то придумать и сидит но что-то хотел вот у меня были такие обстоятельства но так пришлось но я ни в чем не виновата назвать сама пришла будет оправдываться на сердце у него конечно правда вот это вот которую да он обманул он скорее всего здесь как-то что у вас произошло вообще в прошлом ушел на отношении были хорошие интересные отношения просто он почему-то думал что сможет их поддерживать он вышел как из отношений но и вышел в паузу он не хотел расставаться он как бы ушел в паузу на какое-то время решил видимо сходить погулять ну либо может уехал куда-то ну здесь восьмерка пентакли возможно по работе возможно заработки уехал такой тоже вы проигрывается но восьмерка пентакли связано у многих может быть командировками с работой непосредственно на душе на сердце а что него в планах по отношению к вам и знаете так вот это вот женщина за женщина королева мечей это вы если он от вас уплыл потому что вы в одной лодке были если вы сейчас пытаетесь строить отношения с другим мужчиной то возможно и вы потому что на грузда или нет да потому что может быть конечно это общий расклад но и задавал вопрос это вы эта женщина бывшая похоже что данного от него тоже уплыли причем уплыли в другие вы пробовали строить отношения с другим человеком знаю как у вас там либо вы закончили уже отношения с человеком с которым плодил лодки но вопрос вы или не вы очень высокая вероятность но у вас либо в за этот период пока вы не общались разрушились отношения с кем то потому что если потеря отношений с человеком с которым вы плодил лодки возможно вы были не свободны там императрица у меня было уж какой-то новый этап у вас может начаться ладно какие у него планы по поводу вас по поводу вас какие планы напишет напишет чушь какой-то напишет ерунду какой-то человек не пьющие но может быть такое что он либо что-то будет праздновать либо выпить но вот такой на веселе будет это ему не свойственно это как бы здесь не сочетаемо несочетаемого то есть это ему не свойственно он не любит это дело она здесь как бы таком будет резорно немножко состоянии потому что планы да он рассчитывает на вас он будет использовать все шансы он он очень боится он очень боится что здесь нельзя здесь конечно может от страха и выпить но здесь чего и страхи что все умерло что все закончилось он он планирует он будет использовать шанс но очень сильный человек вы могли давно это все закончить из этих отношений высший суд вас совершенно другая жизнь и опять же он очень боится что все старшие арканы тут независимые обстоятельства от него он считает что возможно уже столько вот как бы прошло времени либо как-то что произошло что же это невозможно тут уже жизнь как бы перевернула другую страницу и вы в принципе такой человек что в жизни стоит на месте у вас уже все поменялось чем в лучшую сторону вас какие-то перемены произошли вы очень сильно изменились он тоже этого боится что вы сейчас другая что вы сейчас другая что вы не такая мягкая и что не не пройдет непонятно ли налегке у него не получится могут ли у вас быть отношения колесо фортуны да все что угодно здесь женщина будет решать вам решать последнее слово за вами вы сейчас с ним скорее всего по первому варианту не хотите общаться не хотите разговаривать все в ваших руках возможно шанс есть у него шанс есть у него удачная позиция вообще такой счастливчик но вы будете думать да или нет вы будете выбирать вы будете надо вам это не надо это вам решать но давайте просто посмотрю чувство у него там есть скучает очень сильно луна боится не знает здесь вот либо давно не общались либо был какой-то обман потому что девятка пентакли вы для него очень дорогая интересная красивая и как что-то такое то что ну обычно мужчины от этого не отказываются такой безумный такой поток женской энергии он который его всегда ждет а вот это как мужчина знает что его где-то там там где-то ждут это вот как такой странник он знает что вот там его он живет это идея что вы там любят ждут скучает очень поэтому здесь страхи луна он не понимает что он испытывает он не понимает ну вот такой вот почему я спросила то что здесь кубков мало тут есть вот любовь да у него на сердце тоска тоска по любви жизнь изменилась личная у него очень сильно но скучает могу точно сказать что очень сильно скучает по любите вы спрашивает совет от карта вот совет от карт как вам с ним поступить за дать жить его на расстояние по мудрости очень многое изменилось сейчас ведь три старших арканов вы здесь и судьба на вашей стороне и вы здесь принимаете решение опять же вам принимать решение джитс отстраненно холодно вы все равно звезда во чтобы что бы то ни произошло что бы там у вас не происходило вы все равно звезда вы смотрите на это все с высока ярофант достаточно мудрый человек-отшельник но это мудрость тут сигнификатор мудрости и на самом деле за время его отсутствие за время от этого отшельничества вы на к нему очень сильно охладили очень сильно охладили у вас две холодные карты вокруг отшельника совет вам ну по мудрости решайте вам что вы уже привыкли без него на самом деле сами примите решение здесь карты мудрости карты силы можете пока можете показать ему холодность отстраненность второй вариант очень красивая колода этого же автора как и первый вариант очень похожи карты но они красивые они прям такие вот страстные страстный второй вариант огонь прям посмотрим что у вас там происходит в отношениях настоящий момент ой не у вас нет мы сейчас смотрим вашему мужчину стать рассказала здесь посмотрим что у нас происходит что в настоящий момент происходит в жизни у вашего загаданного человека активно он что-то делает бегает как носится тайной какой-то деятельностью занимается возможно какая-то не знаю носится бегать что обманным путем какие-то хитрости махинации что-то он выкручивается дел в связи с чем это с чем это связано вообще с чем это связано у него информация сразу скажу мужчина такую погуливающую любит красивых женщин любит красивую жизнь любит жить сам для себя но вот я сказал страстно как сказала так и поехали так и начали называется мужчина живет в удовольствие тайно очень не знаю мужчина гуляет настоящий момент причем как-то знаете как как такое ощущение как от этого от безысходности какой-то безысходности узнать как в стрессе когда человек в стрессе заливает горе алкоголем а здесь как от безысходности пытается найти отдушину в удовольствиях скрывается что-то тайно выкручивается кто-то носится ездит не сработает думала что-то с работой связано нет связано с тем что очень много ругается кого-то ревнуют очень сильно кого-то ревнует вообще кого-то время сейчас сильно проигрывается здесь тусковка в нем есть человек мало-молодого уже его девушка потому что паш восьмерка пентакли с которой пытался связать здесь будет связка по работе как-то связано были по работе этой девушкой это вы что у вас отношениях происходит ухты королева жерла да это вы тут вот даже когда эти бабки не ходили это вы да такое ощущение как будто пошел во все тяжкие я не могу сказать изменяет или не змеет человек дергается в порывах во все стороны пытается как-то забыться залечить свои раны в поисках удовольствия в поисках наслаждений безумно вас ревнует до ужаса его прям накрывает разбитое сердце очень сильно страдает понимает что это все глупо понимает что это все это он выглядит как дурак он ужасно себя чувствует да он в поисках удовольствия он будет там демонстрать не демонстративно он тайно со всеми общается как как попытка найти здесь женщин нет собирательный образ найти попытка забыться найти в ком-то ну вот какие-то черты либо кого-то вот эту незаменимую королеву жестов хорошо что между вами в отношениях сейчас кто-то красиво кого-то сделать кто-то как победа в любви пашку по кто-то кого-то победил хочу что так бесишься с ума с хочет что-то кому-то сделал предложение не были из отношений вышли здесь женщине королеве кубков которые его бывшие сделали предложение либо у нее реально все хорошо потому что она вот можно конечно мужчина это сделал предложение то почему он тогда так с ума сходит ревнует и тайно пытается крутить уверить и обманывать здесь у женщины все хорошо потому что что между вами в отношениях здесь кто-то победил ушел и начал новую личную жизнь причем пашку бка всадни кубков шестерка это предложение то есть вам вам либо кто-то сделает либо может конечно на фоне этой ревности она что-то и предложат что он предложит действительно быть здесь женщина победила что у вас происходит отношения для женщины в хороших позициях и женщина в очень хорошей позиции она в повере и у нее отношения и сделали предложение скорее всего либо у нее в личной жизни все прекрасно а вы сейчас вместе по второму варианту тройка кубков на может дружить и вы общаетесь вы дружите так ли нет вас могут быть отношения оператрица так третий вариант у вас есть отношения только он почему-то какой-то безумной ревности ведет себя немножко неадекватно ловит какие-то удовольствия здесь у некоторых и до мужья могут проиграться и постоянные мужчины и постоянные партнеры и даже человек который то есть я просто немножко не ну в жизни всякое бывает здесь возможно мужчина вам даже предложение сделал либо собирается делать либо может сделать ухты так вот колода первый раз я делаю короткий расклад уже делала на ней парочку а вот общий расклад первый раз делаю как-то ну каждая кого-то по-разному говорит так ушла тема что не он чувствует к вам все у меня кажется перевернулись как плывем другую жизнь как все мы не идем вместе мы дальше вместе мы не можем идти дальше вместе так что-то произошло он поменял свои дороги он изменил изменил хочет с вами вместе он включает он тоскует я не удивлюсь человек придет вам делать предложение семерка мечей перевернуть он не хочет ой восьмерка мечей он больше ничего не боится он больше в этой серии да если вот допустим вы встречались с мужчиной который не хотел жениться либо был против брака либо хотел просто каких-то любовных отношений он уже от этого отказывается он с этого пути он уже не видит он уже не хочется что я врать больше не хочу я скучаю тоскую я больше так не могу давай быть вместе тут может им и бывшим уж появится по такого по такому раскладу сделать предложение быть вместе так мужчина может делать предложение потому что но мотив ревность то есть у него вот чего начинается расход что него происходит в жизни он активно суетиться над ничего не показывает то есть не такая активная суета безумная ревность он боится что-то упустить он боится что-то как-то себя прикрывает тем что у него все хорошо живет удовольствием на самом деле он там суетиться носится выкручивается изворачивается безумно вас ревнует я согласен по-другому согласен изменить свою жизнь согласен полноценно общаться и согласен я тоскую я больше не могу он по вам тоскует не переворачиваю карты обычно что пошло не так видимо неправильно колоду сложила плохо ему если человек был женат то им очень плохо то есть он не хочет поменять он хочется вот смотрите меня девятка десятка мечей страдания переживания перевернуть он так больше не можно больше не хочет страдать он у многих вообще проиграется что все раз так значит давай хорошо ки я буду твоим мужем распадаю раз других вариантов нет значит давай хорошо да давай будем строить жизнь сколько-то там жизни давай будем жить вместе хорошо хочешь там быть моей женой кейбу давай будешь моей женой я страдать больше не могу я так больше не могу это больше не хочу что у него на душе я уже дальше спрашивать брак у него на душе семья у нее души семейные ценности ребенок не знает что делать у многих проиграется женатый мужчина реально стоящий перед выбором но брак может разных позициях это может быть ваш бывший муж что может быть просто женатый мужчина но тут самая главная история все это и вот все вот это вот эпопеи которые вам рассказывают то что он действительно отказывается от своих по то что вот как он жил раньше он вам возможно говорил что ой окей можно и так а можно и так а можно и так очень как нет я все больше не могу страдать я устал страдать я хочу быть с тобой я я все я больше не иду тем путем которым я шел я отказываюсь от своих вот этих принципов ценности я не хочу страдать и не хочу больше обманывать я ничего не боюсь все я я я вышел из этой запутанной истории да я не понимал как быть я не понимал что делать но сейчас я все понимаю я знаю а А кто у него на сердце? На сердце... Ну, здесь, может быть, и соперник на сердце. На сердце у него сейчас такая объявленная война. Он будет действовать. Но у него на сердце как раз стратегия... Сейчас я... Подождите, сейчас я ещё не готова. Но сейчас вот как я развернусь, сейчас я пойду, сейчас вам всем как покажу. Он будет воевать, он будет сражаться. Ну, это такая не на физическом плане война, а здесь эмоциональная. То есть я всё равно буду победителем. Давайте смеётся тот, кто смеётся последний. Он добьётся. Здесь, возможно, на фоне ревности или на фоне того, что он боится вас потерять, он не хочет от вас отказываться, он, возможно, даже... А что на сердце у него действия, активные действия, у него чёткий план. А какие у него планы по поводу вас? Новый путь, новая дорога. По стабильности, девочки, вам предложения по второму варианту могут сделать. Ну, как минимум, за вас будут бороться. Как минимум, он скажет, всё, давай возвращайся, давай будем вместе. Да, хорошо, хочешь быть женой, давай будем женой. Но я больше не могу, потому что он действительно устал страдать. Как у вас в ближайшем будущем будут развиваться отношения? Вам нужно... Вы отойдёте в сторону, вы будете долго принимать решение. Я не уверена, что вы готовы с ним связать судьбу. У вас есть, возможно, какие-то позиции. Знаете, как вы с этим я согласна, с этим я согласна, а с этим я не согласна. Но вы будете довыбирать сердцем. И с учётом того, как вы ведите себя по судьбе, как вы хотите дальше развиваться по судьбе, как вы хотите дальше двигаться по судьбе. Ну, по мудрости, я думаю, что вы возьмёте паузу, вы отойдёте, вам надо будет время подумать. Звезда, ну да, звезда, отойдёте. Отойдёте немножечко в сторону, подумайте. А какие у вас вообще могут быть перспективы с этим человеком? Вы уже упустили очень многое. Но у многих был развод. У многих, возможно, было расставание очень серьёзное, прям в прошлом. А в перспективе, да, это можно вернуть обратно. Можно пойти заново. Новая жизнь. Да, человек отказывается от прошлого ради будущего. Неважно, что мы там потеряли. Могут здесь быть отношения. Очень много сейчас фантазии, иллюзий. Он реально мечтает. Я не знаю, что у него там произошло, потому что я ушла от темы расклада. Но край жезлов, значит, это будет действовать. У него на сердце действие, у него план действий. Очень много страхов. Пока вот эти ваши все планы будущие, это иллюзия. Не знаю, не уверена выйти туда. Будете выбирать сердце, будете думать, что вам делать. Но как-то слишком много в прошлом было непонятного. У многих прям официальные расставания, прям потери отношений. Если вы в любовных отношениях, то переход от любовных отношений к серьёзным отношениям. И он ничего не боится. То есть он готов действовать. Я больше ничего не боюсь. Такой второй вариант. Интересненький. Третий вариант. Вместе к второму. Посмотрим, что происходит в жизни у вашего загаданного человека. Что в настоящий момент у него там происходит в жизни. Что у него на душе, на сердце, в планах. Что вообще сейчас у него происходит. В дороге. Куда-то едет, летит в дороге. Либо готовится к рабою в дороге. Потерял какие-то деньги, за что-то заплатил. Что-то переживает, ищет, следит, выслеживает кого-то. Какую-то информацию собирает. Вообще в движении он. В пути сейчас. Скучает, тоскует. Такое хаотичное такое поведение. То там, то там. Четёрка мечей думает о том, чтобы... Вот у него в такой период жизни, когда всё как-то очень резко меняется. И он должен быть готовым к этим переменам. Серьёзно должен быть готовым к этим переменам. Потому что дальше спать уже всё. Здесь уже как бы башня, спящий рыцарь, да, четвёрочка мечей. Всё, хватит, уже нельзя больше отдыхать. Нужно двигаться. Время перемен. Он это понимает. Потому что тут больше даже невероятно, он может в машине ехать в дороге. Здесь как... Он сейчас на пути, на правильном пути. Он должен двигаться. Да, он должен найти сейчас правильное место, правильное направление. Серьёзные перемены на жизненном пути, на его собственной дороге. Отсидеться, отлежаться уже не получится. Никак. Здесь как бы всё. Здесь надо резко принимать решение. Здесь всё меняется. Если он сейчас упустит момент, ну, тогда, к сожалению, упустит момент. Поэтому он это всё понимает. Он чувствует. У него очень много нового идёт в жизнь. И любовь, и чувства, и эмоции. И он тут, конечно, такой... Он чувствует себя сейчас на высоте. Ему совсем... Ему повезло женщине. Ему повезло, не знаю, в жизни. Но давайте, смотрите. Или, допустим, даже вот принцесса кубков – это девушка, женщина, либо любовь, либо хорошее знакомство. Да, это классно. Но потянули я это. Тоже очень переживает. Потому что у него серьёзные перемены идут. Что у него на душе в настоящий момент? Что у него на душе в настоящий момент? Какие-то разговоры, причём... Либо тайного характера, либо непосредственно женщины. Вот эта женщина, если так проигрывается. Верховная жрица. Очень мудрая женщина. Серьёзная, мудрая. Возможно, с своим бизнесом. Возможно, такая самодостаточная. Возможно, просто огненного знака зодиака. Но вот разговоры с ней... Разговоры с ней, да. На душе. О чём были разговоры? Вообще какой-то конфликт такой. Спор сейчас вот прокручивает в голове. Это на душе у него. Вот эти споры, конфликты. Характер у женщины очень такой. Но он понимает, что если по жизни всё время женщины под него подстраивались, то с этой так не получится. Придётся как-то искать какой-то консенсус. Придётся как-то вот балансировать. Искать общий язык. И его это волнует. Но на пороге перемен стоит человек. Здесь серьёзные перемены у мужчины. А что сейчас между вами в отношениях? Нет, хорошо всё. Если в ссоре, то скоро помиритесь. Потому что скучает, тоскует без вас. Переживает. Дорога собирается, кстати. Он думает о том, чтобы с вами встретиться. Если есть такая возможность, то я думаю, что встретиться. Либо бывает так ещё. Если вы действительно находитесь на разных берегах. Если вы действительно находитесь на разном расстоянии друг от друга. То, конечно, тогда это будет речь о том, что он тоскует. Скучает, любовная тоска о том, кто находится далеко от него. Если вы на расстоянии. А так, если не на расстоянии, то тоскует, скучает, думает. Но больше расстояния проигрывается. Хотела бы, конечно, с вами встретиться. Хотела бы с вами увидеться. У вас идёт разговор. У вас идёт переписка. Думаю, что напишет. Сообщение звонок. Думает, наверное. Думаю, будете видео смотреть. Думаю, позвонит. Такое часто бывает у меня на личных консультациях, когда я начинаю говорить все человеке подробно о том, что сейчас выйдет на связь. Что он думает, тоскует. И вот прям может в этот момент либо писать, либо звонить. Нет, хорошо. Я не вижу тут какого-то сумасшедшего такого конфликта. Такая работа над отношениями. Отношения развиваются. Стадия развития. Есть какая-то стадия притирки. Вроде бы всё стабильно. Даже если у вас ссоры примирения, это как такой рабочий вариант. Это стадия притирки. Но он серьёзно к этому относится. То есть он смотрит, допустим, на ваши отношения. Ну, давайте так. Что у него происходит в жизни? У него серьёзные перемены, ему отлежаться уже не получится. Ему придётся... Если он понимает, что он берёт на себя ответственность. Тут уже как бы башня, тут уже надо брать себя в руки и резко переходить на новый, не знаю, уровень, на новую стадию, на новый тип общения. Понимаешь, что сложно, потому что женщина с характером. А что у него на сердце к вам? Что у него к вам на сердце? Соперников. Боится соперников. Ревнивый такой. Ещё один. Слушайте, ну, такое ощущение, как будто вокруг вас одни мужики, и ему приходится отбиваться. Вот сейчас отобьёт одного, потом появится другой, потом ещё кто-то. Но он ревнивый. Может быть, не показывается, но действительно на сердце у него конкуренты. Что, да, что вы такая, что на сердце у него другие мужчины-конкуренты. Не то, что он там влюблён в кого-то, потому что он хочет сделать так, чтобы вы больше никому не достались. Потому что он как защищает, на сердце у него защищает вас от других мужчин, чтобы ни в коем случае не появились в вашей жизни другие мужчины. Что ещё на сердце? Ревность, слежка. Он очень ревнивый. Он сам себе сдерживает, он сам пытается балансировать. Но вы красотка. Девятка Пентакли, дорогая, красивая. Редко такое мне выпадает в раскладе. Видимо, новые колоды, новые какие-то истории мне рассказывают. Ревнивый человек. Он может не показывать, но он следит, он отслеживает, он за вами наблюдает. И на сердце у него здесь даже не вы. Его больше волнует, с кем вы общаетесь, кто вас окружает, куда вы ходите, с кем вы общаетесь. Вообще, уведут вас или нет. Боится вас потерять? Штурка кубков, конечно. Прошлое. Конечно. Это же прям ценный дар такой. Очень боится, что появится какой-то мужчина с деньгами, богатый и дорогой, или король Пентакли. И всё, вот как в прошлом, как у вас было, наверное, и всё. Или какой-то мужчина у вас из прошлого, там такой состоятельный, появится, и всё, вы его обманете и уйдёте. Очень боится, что он из прошлого придёт. И очень боится, что вы с кем-то помиритесь из прошлого. Все короли, которые были, все вышли. Это всё его страхи, я так понимаю. Какие у него планы по поводу вас? Что он планирует по поводу вас? Девика Жезлов стоит на распутье. Сильё он хочет, но он как-то не может определиться. Тут нужно время. Здесь нужно время. Вы тянете, он тянет. Не знает, сомневается. Очень сомневается. Рассчитывает, конечно, на удачу. А что его устанавливает? Здесь есть любовь, здесь всё есть. Что его останавливает? Страхи. Опять же, страхи соперников. Страхи... Что ты будешь делать? Страхи других мужчин. Страхи того, что он не подходит. Что он... Что у вас кто-то ещё есть. Что вы... Он боится вас потерять. Здесь уверенный в себе человек. А почему он так боится вас потерять? Ну, всё-таки пентапли. Самодостаточная, дорогая, сильная, красивая, сексуальная. Боже. Дорогая, с работой, с деньгами, с силой, сексуальностью. Старший аркан сила. Тигрица такая. Левица-тигрица. Ещё и колесница сексуальная, безумная. Вообще такой энерджайзер. Всё в её руках. Свою судьбу створить своими руками. И, в принципе, женщина, когда сила, ещё собственным бизнесом, сила колесница, это женщина, которая управляет всеми, вся и вокруг себя. То есть собой, всеми и всем вокруг себя. Понятно. Здесь очень такая интересная львица-тигрица. Что у вас может быть с этим человеком? Здесь всё может быть всё, на самом деле. На всё нужно время. Но тут с мечей самое главное — принять решение. Здесь очень много страхов. Тут с мечей может быть всё. Действительно, самое главное — пойти, самое главное — решиться на что-то, принять решение, сказать «да» и идти дальше. И дальше умеренность не торопиться, на самом деле. Не торопиться, потому что очень много вы не видите, очень много иллюзий, очень много фантазий. Здесь нужно такие маленькие шажки. Потому что императрица боится Она не уверена в том, что будет ли она счастлива Будет ли счастлива эта императрица Потому что совершенно жизнь меняется Но здесь всё может быть Могут быть отношения Другой вопрос, что Вот эти отношения Либо их надо переделывать, начинать заново Либо с этим мужчиной в вашей жизни Всё изменилось Вот всё просто с ног на голову поставили Совершенно другой формат общения Но я здесь понимаю, что вот эти варианты Женщина очень самодостаточная Очень серьёзная Мужчина очень боится, что вокруг неё очень много мужчин Не потому что он такой неуверенный в себе Он очень уверенный в себе мужчина И двойка кубков наоборот Любит он вас Здесь от большой любви От большой любви переживания Ревнует, очень ревнует Показывать не будет, потому что это не в его Ему это не свойственно Ну вы не такая, как все, кто был Вот свалились вы ему на голову по башне И он понимает, что сейчас отлежаться не придётся Сейчас надо брать всё в свои руки и что-то делать А он с вами конкурирует Он с вами соперничает Он с вами соревнуется Ну, поживёте, видите Вам совет от карт не торопиться Посмотреть всё под другим углом Посмотреть, готовы ли к этим переменам Потому что как только да Да, здесь можно идти в отношения То есть вы должны определиться Будете ли вы как женщина Чувствовать себя вот той самой императрицей В том самом комфорте К которому вы привыкли, допустим По третьему варианту Такие были расклады Всего вам доброго И до новых встреч